Привет, друзья! Это Школа Воркаута и сегодня мы говорим о самой наболевшей теме воркаута. Круглые плечи, вот такая вот горбатая спина. Это то, что отличает воркаутера в общей массе. Ну, вообще гимнастов тоже. Именно сегодня мы поговорим, какие мышцы нужно подготовить для того, чтобы этого избежать и вообще, что к этому везет. Первый вопрос, на который необходимо ответить в данной теме, это вообще, почему же так получается? Откуда эти круглые плечи? Откуда эта горбатая спина? Откуда берется этот паттерн? Дело все в том, что основные двигатели, которые нам нужны в воркауте, это плечи, наши грудные, зубчатые и большие, широчайшие. Все это формирует вот этот вот кокон, в который мы сами себя и запаковываем, в котором мы сами и находимся. Давайте посмотрим на позицию горизонта с точки зрения вот этих вот рабочих мышц и посмотрим, какую же форму принимает наше тело в данных положениях. Для того, чтобы сымитировать горизонт, не просто его исполнять, потому что достаточно сложно будет объяснять одновременно, делая горизонт, мы сделаем подобную позицию с помощью резины и посмотрим, как у нас все вовлекается. И как раз я буду лицом к вам, и вы все достаточно объективно увидите. Пойдемте. Все, что нужно, это взять резину вот подобным образом и вывести наши руки вперед, как бы имитируя угол в плечах для горизонта. И вы видите, что для того, чтобы держать правильное положение, мы как раз закрываем плечи, блокируем локти, закрываем поясницу, выводим плечи максимально вперед и как раз образуется вот эта вот позиция круглой спины. Кстати говоря, я даже сейчас чувствую давление на грудину и грудинный синдром, синдром сдавливания грудины вы можете приобрести, если не делать упражнений на антагонисты и не раскрывать грудь. Такую же позицию мы получаем во время отжиманий, когда мы круглим спину вверху, когда мы хотим проработать не только грудные, но и зубчатые мышцы, а также для любителей планки, которая тоже хорошо играет на горизонт, я имею в виду с круглой спиной, мы опять же получаем данную проблему. То есть даже в базовых движениях есть то, что помогает создавать вот этот вот негативный паттерн поведения верха спины и наших плеч. Что же делать для того, чтобы избежать данной проблемы? Ну или хотя бы уже исправить ее, если вы с ней столкнулись? Естественно, ответ на самом деле очевиден, это тренировка мышц антагонистов. Но немногие знают, как это делать, поэтому сегодня мы поговорим о нескольких упражнениях, и я объясню, как же именно они действуют. Первое упражнение, которое прорабатывают антагонисты, это шраги в австралийском висе. Вот так они выполняются, сейчас я вам покажу, а потом обсудим детали. Техника данного упражнения достаточно проста. Для тех, у кого развит плечевой сустав, он достаточно мобилен. Для тех, у кого нет, я советую либо согнуть колени, либо развивать мобильность пищевого сустава и лопаток тоже. Итак, вам нужно принять австралийское положение австралийского виса, ваши ноги должны быть на полу, затем вы максимально сводите ваши лопатки и разводите их. В сведенном положении делайте паузу. Таких нужно делать 3-4 подхода на разминке, где-то по 10-15 раз. На самом деле, многоповторка в этом случае совсем неплохой вариант и неплохая идея. Получить асимметрию в вашей позе или вообще в работе мышц достаточно просто. Но достаточно просто ее не допустить, если развивать одновременно и толкающие, и тянущие, и мышцы коры. Именно так мы работаем в нашем базовом курсе. Как обычно, все ссылочки в описании. Ну и где-нибудь здесь выскочит тоже. Посмотрите, вам точно это подойдет. Если для вас шраги в австралийском висе слишком простой вариант, и вы хотите нечто большее для того, чтобы лучше проработать антагонисты и развернуть ваши плечи, то подтягивания в австралийской позиции, в австралийском висе будут самое то. Но опять же, есть нюанс. Вам нужно свести лопатки с самого начала и держать их там будет гораздо сложнее, и гораздо эффективнее для нашей цели. По поводу подходов и повторений, здесь будут такие же подходы и повторения, как в предыдущем упражнении, как в шрагах в австралийском висе. А если вам хочется еще больше нагрузки, то делайте данное упражнение в полузакрытом переднем висе, или даже в закрытом переднем висе нагрузки будет достаточно. Последнее, третье упражнение для того, чтобы развернуть ваши плечи, для того, чтобы проработать над мышцами, антагонистами еще раз, движению, которое мы уже разобрали. Это трапециевидные мышцы, это большая круглая мышца, малая круглая мышца, она тоже отводит наше плечо назад и вниз. Будут обычные подтягивания, только нижним хватом, максимально узко и самое главное, это с отведением локтей назад, прогибом верхнего отдела позвоночника и максимальным сведением лопаток. Все так просто, прорабатываем именно те мышцы, которые нужны для разворота нашей грудной клетки, для разворота наших плеч. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И если вам понравилось, как обычно, лайки с вас, комментарии внизу, подписывайтесь на канал и обязательно поставьте колокольчик во включенное положение. Там теперь два варианта и надо будет тыкнуть на все видео, потому что у нас всего лишь одно видео или два видео в неделю. Мы не будем вам спамить постоянно. И сегодня мы говорим о самой наболевшей теме воркаута. Основные двигатели, которые нам нужны в воркауте, это плечи, наши грудные, зубчатые и большие, широчайшие. Именно так мы работаем в нашем базовом курсе.